Олеся Котровская – мама двоих детей. В первый декретный отпуск она ушла еще 4 года назад, однако выйти из него не может до сих пор. Дело в том, что старшая дочь Вероника ходит в садик, а младшую Ангелину принимать отказываются. Как только она родилась, я ее сразу поставила на очередь в детский садик, в ясельную группу 66-й. Но сейчас стало известно, что ясли закрыты. И закрыты не только в этом саду, но еще и в других садах, которые находятся в нашем районе. То есть рядом с нашим домом 66-й, 8-й и 119-й сад. Везде ясли закрыты. Из доступных вариантов только соседний район, но ездить туда девушке неудобно. К тому же, если она согласится, то потеряет очередь в садике рядом с домом. Для решения подобных проблем Министерство труда России предложило работодателям создавать детские группы прямо на рабочих местах. Это должно помочь женщинам выходить из декретного отпуска раньше трехгодичного срока. В Рязани подобная практика уже была. В 1982 году заработал ясли сад «Солнышко» приборного завода. В советские годы приборный завод был достаточно крупным промышленным предприятием. И, естественно, работало там очень много молодых людей, создавали семьи. Несмотря на то, что недалеко от нас на улице Семена Середы у приборного завода уже был детский сад, тем не менее, мест не хватало. Однако в 2000-х годах детский сад, рассчитанный более чем на 250 человек, передали городу. Он стал классическим муниципальным объектом, ведь содержать его предприятие стало накладно. Сейчас у нас практически, наверное, уже и не осталось детей сотрудников приборного завода. Но, может быть, у кого-то есть еще остались бабушки, работающие на приборном заводе. Мамы, папы у нас нет. Идею детского сада при предприятиях теперь возрождают в современном формате, когда мама и ребенок находятся рядом друг с другом. Однако предложение поможет лишь тем сотрудникам, которые могут совмещать работу с присмотром за детьми. Это нельзя сделать по щелчку пальцев человеку неопытному в этом. То есть, если делать этот проект, нужно брать людей, тех, кто этим вообще занимаются и занимались организацией вот такого вот совместного рабоче-учебного времяпрепровождения мам и детей. Основные затраты будут состоять из аренды. По ГОСТу на каждого ребенка должно приходиться не менее двух квадратных метров. Однако на практике требуется значительно больше, ведь в детской комнате воспитанники будут питаться, спать и играть. А чтобы мама могла полностью сосредоточиться на работе, потребуются услуги няни. Ну, зависит от сотрудника. Если это особо ценный сотрудник, то да. То есть, здесь все экономически должно быть обосновано, смотря сколько он приносит. Ну, грубо говоря, вот у меня есть менеджер, да, я знаю, что она генерирует оборот полтора миллиона в сезон. Это много. То есть, чистыми она мне приносит явно больше сумму, чем которая будет стоить. Я и няню могу нанять. То есть, все нормально. Вот. Это да. Вот. А для сотрудников рядовых, ну, здесь, мне кажется, это не очень будет экономически обоснованно. Скорее всего, затраты на содержание детской комнаты лягут на плечи родителей, а сумма будет сравнима с оплатой частного детского сада. К тому же, предпринимателям придется получать дополнительную лицензию. Сейчас разработка инициативы продолжается. Министерство труда просит предпринимателей присылать свои предложения до 1 июля 2019 года. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова